Всем привет! Я расскажу немножко другой доклад про библиотеки компонентов. И в принципе у меня будет очень мало кода, и все будет достаточно просто. Почему вообще я решил рассказывать? За какое-то сравнительно недавнее время мы в ВКонтакте сделали несколько библиотек компонентов с использованием React. И в какой-то момент мне показалось, что там как будто бы я предлагаю какие-то немножко другие решения. И VKUI был такой экспериментальный, но с момента его запуска его уже можно считать состоявшимся экспериментом. Им пользуется достаточно большое количество разработчиков, в том числе не внутри компании, но и снаружи. Это наш инструмент для создания ВК-мини-эпс, то есть к этому есть доступ у всех сторонних разработчиков. И параллельно с этим на год позже мы делали библиотеку компонентов для десктопного веба, где какие-то принципы повторяли и где-то еще экспериментировали. И на основе экспериментов я решил сделать рассуждение и как-то все эти подходы объединить и порассуждать, чем они являются, есть ли в них что-то новое. Вопросы, на которые я сам себе пытался ответить, это вот, конечно, как сделать библиотеку компонентов хорошо, а как ее потом развивать и непосредственно как это сделать при небольшом количестве ресурсов. Если кто не знает, ВКонтакте на самом деле достаточно небольшая компания. Я когда приходил, и нас было около 70 человек, вся компания, все, кто есть в офисе. И сейчас нас стало чуть больше, сейчас нас 200 с лишним. Но тем не менее у нас огромный продукт, и выделить, например, отдельную команду, которая будет заниматься исключительно библиотекой компонентов, нам было бы проблематично. И задумавшись об этом, можно прикинуть, как обычно развивается всегда любая, не только библиотека компонентов, кажется, это касается всего софта в целом. Вот, там есть прекрасный стартовый период, когда мы такие, сейчас мы все напишем с нуля, все здорово, все учтем, все будет классно. И мало того, эта гипотеза быстро подтверждается, потому что на следующем этапе наши ценности, идеи начинают работать, мы такие, действительно, смотрите, как быстро мы умеем, как быстро мы умеем переопределять кнопку, как быстро мы умеем еще что-нибудь. И дальше идет длительный период, когда мы наращиваем, наращиваем, наращиваем функционал, и дальше, мне кажется, наступает вот такой знаковый момент, какой-то жесткой истории. Вообще, разработчикам обычно нравятся такие жесткие истории, они еще выступают на докладах, рассказывая про них. Это когда ценности не совсем укладываются, и новые решения требуют каких-то нетривиальных подходов. И после этого разработчик выходит к вам и рассказывает на какой-нибудь конференции о том, что на 142-й странице какой-нибудь спецификации нашли серый шрифт, который позволил вот как-нибудь очень сложно решить эту проблему. Нужен какой-нибудь короткий пример, и я приведу пример разговора, который я просто услышал в офисе, некоторое, ну там, пару лет назад. Два разработчика ВКонтакте общаются, и я послушал, что-то они странное обсуждают. Вот, они обсуждали, как решить задачу рекрусивного поиска доступного окна, ограниченного overflow hidden разных элементов наверх. То есть мы где-то внутри рендерим элемент, и мы вверх по дом-дереву высчитываем все элементы их overflow hidden для того, чтобы понять, где у нас сейчас допустимая область отрисовки. Вот, я искренне надеюсь, что эта задача была чисто гипотетическая, вот, и в продакшене она никак не отразилась, но так или иначе, когда такие истории происходят, вот, возможно, это значит, что мы близки вот к какому-то такому подходу, когда в тикетах пишутся пункты про то, что это уже не надо чинить, в следующем квартале, месяце, спринте, в году мы все это перепишем и начнем заново. И вне зависимости от подходов, вне зависимости от ценностей, почему-то вот такой цикл повторяется раз от разу. А мы вроде как хотим все хорошо и вкидываем очки чести в нужные шкалы. И на старте, когда у нас все быстро, легко и удобно, вот, смотри, как я могу, вот, оно нам дается бесплатно. И мы накидываем какое-то количество очков практически бесплатно. Но потом начинается какая-то другая история, которая выглядит примерно так. Вот мы решаем, вот сейчас мы хотим вкинуть новый поинт таланта в универсальность. И происходит вот так. Для тех, кто не успел заметить, вот так. После этого мы начинаем стремительно чинить простоту, и у нас происходит вот так. То есть с определенного момента у нас начинают работать эти шкалы скорее как ползунок. То есть мы что-то делаем в ущерб чего-то. И это на самом деле совершенно логично, потому что если мы увеличиваем количество возможностей, например, отдельного изолированного компонента, то есть добавляем там новые свойства, новые возможности, компонент становится сложнее. В нем становится больше кода, с ним становится сложнее работать. Мало того, вот, если мы посмотрим на другую шкалу, то там происходит то же самое. Всегда, когда мы даем возможность что-то делать гибче, у нас как будто бы уменьшается надежность этого. Тоже легко объясняется. Чем больше мы позволяем разработчику, тем больше вероятности, что он выстрелит себе в ногу. И к чему я вообще ввел все эти шкалы? Это к тому, чтобы рассказать, как выглядит тренд разработки библиотек компонентов, на мой взгляд. Мне кажется, он выглядит примерно так. То есть такое общее место, все, когда рассуждают о том, какая библиотека компонентов, какой должна быть библиотека компонентов, они обычно смотрят на это вот так. То есть она не обязательно должна быть простая, гораздо лучше, если она универсальная. И надежность, наверное, чуть получше гибкости. И я задумался, в том числе в контексте того, сколько ресурсов мы тратим на разработку, о том, а можно ли иначе. Потому что если мы посмотрим на эти же принципы немножко в производной, это как будто бы значит, что мы делаем сложно и дорого. Мы отказываемся от простоты и делаем сложно универсальные компоненты. Мы вынуждены для покрытия всех кейсов, закрытия этих кейсов и запрета разработчику делать что-то, мы должны тратить больше ресурсов. Разбираться в этом коде сложнее, мы опять же тратим больше ресурсов. И я предлагаю вам провести мысленный эксперимент. Что будет, если мы пойдем по ультралевому пути, в смысле оба ползунка, крутанем резко влево. Сломается что-нибудь или, может быть, не так уж страшно все будет. Добавим простоты и гибкости. Сначала хочется рассказать про какой-то общий принцип, который мы в VKUI еще внедрили. Это еще на уровне бесплатных очков. В принципе, нам это ничего не стоит. Это вспомнить про то, что декларативный интерфейс – это здорово. И, возможно, декларативные интерфейсы – это не только какие-то сложные вещи, но и простые. Вот вне зависимости от того, там, фронтендер, бэкендер, дизайнер, вот на таком уровне HTML знают совершенно все. И то, что у нас сложный фронтендерский стэк, не значит, что нам какие-то вещи нужно делать сложнее, чем вот так. Например, VKUI в 2017 году и по сегодняшний день оно пишется точно так же. При этом это не значит, что у нас какой-то компонент, который ничего не умеет. На самом деле это совершенно реальный компонент, у которого много разных свойств, которые мы можем передавать, и который позволяет реализовывать достаточно сложные сценарии. Если кто не знает, VKUI – это библиотека, которая эмулирует, выглядит как нативные интерфейсы для iOS, для Android в нескольких видах темы и позволяет собирать интерфейсы, в принципе, практически любой сложности. На его основе сделано много мини-эпс в каталоге VK, и отдельные разделы нашего приложения тоже сделаны на самом деле на веб-технологиях. Там настройки, создание сообществ, все, что вы делаете внутри телефона, в какой-то момент оно незаметно подменяется на веб-приложение. Точно так же мы сделали и в палитре, и я использовал вот этот компонент, просто потому что он называется точно так же, и на вебе он у нас позволяет делать какие-то тоже сложные списки, примерно как на мобилке, с какими-то наворотами. Вот, например, это управление настройками беседы, и вот так настройки беседы выглядят вот в корне, там немножко по-другому используется тот же самый компонент. Дальше мы можем добавить гибкости и подумать, что нам, какие последствия это принесет. С одной стороны, разработка сложных фич становится проще. Как это работает по факту? По факту это значит, что мы избегаем ситуации, когда разработчик приходит к тебе, как разработчик у библиотеки компонентов, и говорит, вот я пытался сделать вот так, мне очень нужен для продуктовой фичи, но оно в ваши строгие интерфейсы никак не влазит. Вот. С другой стороны, если мы даем возможность, в принципе, просовывая все, что хочешь, вот, то как будто бы увеличивается вероятность выстрелить в ногу самому себе и что-то сломать. Но тут нужно понимать, что наш конечный пользователь, если вы разработчик библиотеки компонентов, это разработчик ваша же коллега. И давайте посмотрим по факту, насколько это страшно, и рассмотрим какие-то кейсы. Первое. Очень непопулярная нынче, кажется, штука — это проразвязывание рук. Вот. Очень много таких споров про, там, дизайн, что-то вот такое я слышал очень много лет в разных контекстах, и это, кажется, не очень большая проблема. Но даже если мы воспринимаем это как проблему, то решать ее можно по-разному. И часто я слышал аргументы, которые в целом укладываются примерно вот в такую систему решения подобных проблем. Хорошо. Если у нас вот неконсистентные отступы, и где-то есть 6, а где-то 4, давайте мы ведем жесткую дизайн-систему, заставим дизайнеров нарисовать все по сеточке 4х4, вот, затем будем проводить беседы на код-ревью, скидывать в код-ревью ссылки на документацию, где написано про сеточку 4х4, вот, автоматизируем процесс обмена макетами с дизайнером, а в конце запушим автоматизацию, которая вообще нигде по ходу в мастере не позволит вставлять числа, который не делится на 4. Этот подход есть, и в принципе я уверен, что он может где-то вполне успешно работать и даже нравится всем участникам его, но мне кажется, что в этот момент мы берем карточку надежности и отдаем три карточки гибкости, и мне эта сделка не очень нравится. Мне кажется, что если мы в своих интерфейсах пишем вот так, а такие примеры у нас есть, это не так, чтобы плохо. Мало того, мы в своих компонентах, в VKUI, например, позволяем делать вот так и передавать style напрямую или передавать class name напрямую в компонент, и по сути это будет микс блоков на ноде, на компоненте. И по большому счету class name и style на корневом элементе компонента решает большинство проблем кастомизации без какого-то глубокого ущерба. Да, это дает возможность сломать компонент, переопределить какой-то жизненно важный для него стиль, но в тот момент, когда разработчик использует ваш компонент, он знает свою проблему гораздо лучше, чем вы, потому что вы об этой проблеме даже не знали, вы пытались ее предусмотреть и предвидеть будущее, а он уже знает гораздо больше. И получается, что в этом решении мы приобретаем в гибкости, но строго говоря действительно теряем сколько-то поинтов надежности, потому что можно переопределить какой-нибудь важный стиль, и в теории он может что-нибудь сломать. Другой вариант – это rest props, тоже классический пример. Мы можем взять наш компонент и, например, мы делаем компонент input, и мы понимаем, что там должно быть value, и он change, он контролируется снаружи, и вот этих параметров нам достаточно для того, чтобы собирать интерфейсы. Очевидно, что на следующей же неделе к вам придет разработчик, которому понадобился обработчик на blur. После этого кто-нибудь еще пришел с фокусом, кто-нибудь еще пришел с disabled, а вы все это не предусмотрели почему-то. И очень быстро у вас становится очень много свойств, очень много props. Где-то рядом вы описываете это, например, в prop types, или typescript, или еще как-нибудь. И нужно понимать, что вот у меня в слайд влезло штук 10 этих, а на самом деле их достаточно много. Вот кто-нибудь знает, сколько атрибутов спецификации у input? Просто в HTML 5 спецификации. Их порядка 50. как можно иначе. Мы, например, действительно во многих компонентах позволили прокинуть просто restprops, и все, что к нам приходит за исключением того, что мы вручную обрабатываем, в данном случае мы, например, onchange исключаем отдельно, имеем свой обработчик, а все оставшееся скидываем на значимый компонент, в данном случае на input. И по идее мы, конечно, получили много гибкости, но где-то там тоже теряем надежности. То есть мы можем прокинуть туда свойства, которого не существует. Или там сделать опечатку и что-нибудь еще. Вопрос, насколько это страшно. И еще один пример, который мне нравится больше всего, это про children. Мне кажется, очень многие в React подобных языках, в принципе, там во всем, что описывается JSX, сильно недооценивают children как программный интерфейс. То есть у нас есть возможность описывать одно и то же через props или через children. И, например, если нам нужно сделать компонент галереи, нам нужны там картинки, альты, еще что-нибудь, там ссылки, например, на полное изображение, еще что-то, что нужно по задаче. И мы можем передать это массивом, потому что это действительно массив, как атрибут, как бейта, например. Но я предлагаю сравнить это с подходом просто передать туда картинки. Выглядит вот прям как HTML-HTML. Можно подумать, что этот подход нас в чем-то ограничивает. На самом деле нет. Давайте рассмотрим такие одни из классических и сложных примеров того, что нам нужно делать с галереями. Например, контролировать загрузку, то есть загружать только то, что нам необходимо, да, то есть, например, следующий слайд. И для улучшения перформанса, например, убирать из дом дерева все, кроме того, что используется вот прямо сейчас. То есть, например, рисовать только три слайда каждый момент времени, да, там предыдущий, следующий и текущий. И делается это очень просто. Мы children приводим к массиву, либо реакторским способом, либо еще проще. И после этого фильтруем. Мы получаем список отфильтрованных React-компонентов и работаем с ними как с JS-объектом, если нам это необходимо. И все возможности мы можем сделать, при этом получаем бесплатную гибкость. И в тот момент, когда нам нужен слайд в галерее, на котором будет HTML, мы, не думая, просто передадим туда этот HTML, и оно заработает. Без изменения формата описания объекта, который мы передавали бы в props, без лишних условий, оно уже работает, и никакого апдейта сам компонент не требует. Страшно? Мы даем много вариантов выстрелить в ногу разработчику. И, возможно, у некоторых из вас возникла вот такая реакция. Они же там такого наворотят. А я считаю, что, в принципе, моя цель именно такая. Мне нужно, чтобы разработчики наворотили как можно больше всего. Потому что здесь будет много экспериментов, здесь будет много нового, и я уверен, что какие-то из решений будут значительно лучше, чем предусматривались заранее. На самом деле, это про то, кем вы считаете разработчиков и коллег рядом с собой. Это те люди, которые обязательно что-нибудь сломают, если им дать хотя бы одну такую возможность, или все-таки это талантливые, хорошие люди, с которыми вы работаете, которых набрали к вам не просто так. Вот. Я за то, чтобы коллегам доверять. И если заложить эту ценность, возможно, все будет немножко иначе. Теперь несколько примеров про то, как подкрутить и простоту, и гибкость одновременно. Например, вот очень простая задача. Я люблю этот пример по двум причинам. Во-первых, он простой и полностью влазит в слайд, вот прямо весь код компонента. А во-вторых, весь код компонента состоит исключительно из тех приемов, про которые я сегодня рассказываю. Задача очень простая. Есть кнопка, и в какой-то момент в интерфейсах появился паттерн, что мы нажимаем, отправляем кнопку, в кнопке появляется preloader, и когда ответ приходит, мы обратно показываем кнопку и там еще тексты, где нужно. Но текстов нам сейчас не интересует, нас интересует только это. Интерфейс у этого, очевидно, мы хотели бы вот такой. Тут, наверное, сомнений нет ни при каком подходе. Ну, казалось бы, один параметр, загружается она или нет. Вот. Например, так. И тот вариант, который, наверное, первым в голову приходит, это добавить этот props в button и добавить там ивчики, например. Вот. Но этот подход уменьшает простоту, он добавляет какое-то количество ивчиков по компоненту button, хотя, по идее, добавляет универсальность. И вопрос, можем ли мы сделать ту же самую фичу, декомпозировав по-другому и сохранив простоту. Я предлагаю вот такой вариант. Мы создаем новый компонент, который принимает все те же самые props, что и button, но добавляем к нему еще один props, который нам нужен. И вот он весь код компонента. Что мы там делаем? Здесь видны несколько приемов, которые мы используем. В частности, мы примешиваем пользовательские класснеймы к тем, которые у нас уже есть. В данном случае к итоговому button примешивается сначала button с progress bar, а если снаружи пользователь передаст еще какой-то пользовательский класс, то и он тоже. Мы обрабатываем loading как отдельный props и внутрь как children в button передаем всю необходимую логику, которая позволяет нам решить задачу с учетом того, что сохраняется ширина кнопки во время progress bar. Если текста было бы больше, то размер кнопки бы, конечно, не прыгал. Он позволяет решить нам всю задачу чистым CSS буквально в несколько строк кода. То есть, по большому счету, мы прячем текст прозрачностью, там color transparent и ставим preloader, который там тоже есть. Что в результате? В результате мы сделали фичу. Она выглядит точно так же, как если бы мы добавили проб. Мы получили два простых компонента вместо одного сложного. Мы переиспользуем код там, где это необходимо. У нас нету нигде дублирования. И мы подумали в том числе про размер бандла, три шейкинг, потому что если вам не нужна эта фича, вы подгружаете просто button и лишнего к вам не грузится. По идее, мы потеряли в универсальности. У нас нету button, и если появится другой button, то у него не будет вот этой возможности, потому что мы импортируем напрямую именно этот. Но приобрели в простоте. Еще один пример с tooltip. Здесь он уже сложнее, вот, но в какой-то момент у нас был очень сложный tooltip. Нужно понимать, что ВКонтакте воспринимается людьми на уровне операционной системы. Он должен работать в самых невероятных условиях с точки зрения UI и с точки зрения всего остального. Вот. У нас был очень сложный tooltip, и в реактовской его версии я сделал очень простой tooltip, который не умеет практически ничего. Вот. Что он делает? Он принимает текст и два параметра для позиционирования. В принципе, все. Он позволяет сделать восемь вариантов выравнивания в зависимости от того, где он должен быть в интерфейсе. Ну и решает часть проблем традиционную, да, про то, что мы должны выкинуть порталом это в боди, отрисовать поверх всего, спозиционировать к нужному компоненту и прочее. Но почти сразу начали приходить разработчики, которые хотели что-то сложнее. Но мало того, что там другие варианты оформления, но, например, там вставить внутрь форматирование сложный контент, сделать там, я не знаю, tooltipы с видео внутри, сделать другую логику появления и исчезновения, например, так, чтобы tooltip исчезал только по клику снаружи, а не по уведению курсора мыши. Что делать в этой системе вот с такими инструментами, если хочется добиться такого? На самом деле точно так же это можно декомпозировать. Можно вынести в отдельный компонент ту логику, которая решает задачу, которая нужна для любого вида tooltip. То есть позиционировать, расположить в определенном месте, привязать к элементу. Вот. А все остальное сделать несколькими вариациями tooltip. Что сделать дальше? Тут можно подумать, что два варианта tooltip могут быть сильно похожи. Но по большому счету здесь возникает еще один момент. Даже если, несмотря на то, что можно избежать дублирования, даже если это дублирование появится, оно добавляет такой конкуренции и всегда есть диалог, можно обсуждать, двигать и выбрать наилучший вариант. Что хочется сказать в заключении? В заключении, во-первых, хочется показать вам вот эту картинку. Кто-нибудь знает, как устроен микширный пульт и как им пользоваться? Отлично, я знал. Так вот, по большому счету я рассказывал про ползунки и про настройки. Я рассказывал исключительно про мастер-канал, то есть про изменение общей громкости. В реальной жизни, конечно, все будет не совсем так, и разные компоненты могут иметь разное значение вот универсальности, простоты, гибкости и надежности. И поскольку параметры условно друг от друга независимы, мы можем нарисовать вот такую плоскость, где одна шкала будет по одной оси и вторая шкала по другой. И ваши компоненты будут иметь разные значения и как-то по этой плоскости разбросаны. По тому месту, куда они попали, можно на самом деле описать характер этих компонентов. То есть, например, в левом нижнем углу тогда появятся базовые переиспользуемые компоненты. Компоненты, которые нужны практически везде, которые переиспользуются очень часто, к которым мы очень часто обращаемся, используем самыми невероятными способами. И там, как пример, я привел button и input. В свою очередь, если посмотреть на прямо противоположную сторону, то там будут суровые продуктовые такие компоненты. Например, визуальный редактор. Если мы делаем VC-вик, то он в любом случае будет сложный. Он в любом случае будет описан именно вот такими терминами универсальности и надежности. И это нормально. Или там, если будет полная функциональная галерея со всеми необходимыми возможностями. Можно задаться вопросом, что происходит в двух других углах. На самом деле, это тоже интересно. Если мы идем в правый нижний угол, в надежности и простоту, там будут какие-то компоненты неизменные. То есть у нас недавно, например, мы вынесли в компонент галочку верификации. Если пользователь верифицирован, то вот этот компонент, он очень надежный, очень простой. Просто потому, что у него взаимодействий со всем окружающим миром не очень много. Что происходит в левом верхнем углу, тоже любопытно. Я задумался, понял, какие это компоненты у нас в системе и понял, что это те компоненты, на которые я бы обратил внимание, чтобы переписать их. Это обычно компоненты, как раз в которые добавили какую-то лишнюю нагрузку и которые пытаются быть универсальнее, чем они того требуют. Что хочется сказать в заключение? Все будет, будут любые варианты, но я призываю вас начинать с левого нижнего угла, с простоты и гибкости. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Вопросы? Спасибо. Привет, спасибо за доклад. Клевый доклад. Мне очень понравился. Но у меня вопрос. Вот смотри, вот ты говоришь о том, что это удешевляет разработку, разработчикам проще, там, взаимодействие с компонентами. Ок, тут вообще никаких вопросов, но получается, что мы всю ответственность перекладываем на тех, кто, соответственно, на продуктовые какие-то задачи выполняет. Соответственно, повышается требование к код-ревью, повышается требование к написанию их тестов, повышается требование к этим разработчикам, квалификации и так далее. Это же ухудшает, получается, стоимость. То есть там мы получаем плюс к стоимости, здесь мы получаем минус. Кто-нибудь это считает, анализирует или... Это суперкрутой вопрос. Прямо огонь. Это то, о чем я сам думал. Вот. Это действительно одна из особенностей, которая у нас, получается, была в коробке с самого начала. То есть у нас, поскольку цена ошибки невероятно высокая, мера ответственности у каждого разработчика действительно очень высокая. И у нас таких проблем с этим не возникает, потому что любой разработчик идет в библиотеку, проверяет все вхождения и такой, я, пожалуй, вот сюда не хочу вмешиваться или я привлеку всех, кто там был рядом, чтобы там согласовать и сделать так, чтобы ничего нигде не сломалось. Вконтакте слишком огромные, и вот эту цену ошибки понимают у нас действительно все. Понятно, спасибо. Вопросы еще? Отлично. Я боюсь. Так, а она тут? Да, да. Ой, так могу прям говорить. Слушайте, у меня вот такой странный вопрос, как бы, то есть я правильно понимаю, что компания, которая до сих пор держит под домен для мобильных устройств богучий, занимается, как бы, компонентами, которые в свою очередь адаптивны и вполне работоспособны. Сложно. Как это? Вопрос подразумевает ответ да или нет. Он подразумевает вариант мне не признать, что у нас богучая мобильная веб-версия. Просто, ну, компания вообще собирается, если честно, отказываться от этой идеи, потому что это как минимум не очень сильно допиарит компонентные разработки. Что именно? Ну, то есть под домен M. Я понял. Мобильная веб-версия нам нужна. Нужно понимать, что мы поддерживаем невероятное количество устройств. Я не знаю никого другого, кто бы поддерживал такой разряд устройств. Для иллюстрации этого примера, зачем нам нужен этот домен и то, что на нем происходит, например, потому что мы поддерживаем те устройства, которые не умеют ничего выше ES3. И мобильная веб-версия включается для Symbian, для всего, о чем вы уже можете не помнить. Вот. И с этой точки зрения нам, безусловно, важны пользователи. И отказываться от пользователей, если у вас нету достаточной оперативки, чтобы у вас работал React на мобилке, вот, мы не можем. У меня просто, к примеру, абсолютно по рандомным причинам, вот на устройстве, которое я сейчас держу в руках. Вот, отлично. Я предлагаю нам вот это вот обсудить после, вот, дать возможность еще позадавать вопросы, но я с удовольствием посмотрю, что отображается на вашем устройстве. Хорошо. Еще вопросы. Привет, спасибо за доклад. Вечная боль, ты вот упомянул. Какой вариант выбирать? Делать либо кнопку, в которую можно передать кучу параметров, либо делать button with loader, например, да? Вот я тоже вечно задаюсь этим вопросом, когда разрабатываю компонент. Ведь если делать button with loader, например, если тебе нужна еще кнопка с иконкой. Как поступать? Button with icon или... Нет, в данном случае уже заранее мы позволяем внутрь кнопки положить все, что угодно. Иконку можно положить снаружи в месте использования, а если очень хочется, то действительно можно создать обертку, которая это делает, но я, честно говоря, не уверен, что она нужна. Ну, может быть, с иконкой нехороший пример, но я думаю, ты понял, то есть комбинаторный взрыв происходит, да? И как найти баланс? Можно я сейчас поясню? Да, да, да. То есть либо делать компонент, в котором можно передать props, и разработчик, который будет использовать, он будет знать, что если я что-то хочу, я передаю props. Либо делать кучу разных компонентов, в которые также можно какие-то настраивающие props передать, но тут разработчик, который будет использовать эти компоненты, ему придется вникать. Так, я хочу с loader, мне нужно передать loading или нужно сделать отдельный компонент? Ну, мы можем воспользоваться накопленным за сегодняшний день опытом и использовать паттерны, и, например, передавать базовый баттон как зависимость снаружи. И с этой точки зрения тогда версия с loader будет строиться относительно другого компонента с кнопкой со схожим интерфейсом. Ну, понятно. Спасибо. Я даже поймал. Спасибо за доклад. На самом деле, меня просто где-то с момента, когда ты показал композицию, не покидало ощущение, что где-то такое есть. Вы не смотрели в сторону модификаторов пакетики BAM React? Потому что, ну, типа, примерно такая же концепция там используется именно с модификаторами. То есть у тебя есть кнопка, там есть, я не знаю, кнопка с иконкой, ты делаешь просто модификатор with icon, потом с помощью функции Compose это собираешь, у тебя точно такие же обертки и все вот это вот, только это все инкапсулировано внутри компонента, получается, внутри блока, и, типа, снаружи у тебя не получается слишком много видов баттонов. Ну, я понимаю, да. Вообще, я с 2010-2011 года активно слежу за всем развитием BAM, вот, в том числе про BAM React, вот. Ну, пожалуй, у нас не было мысли использовать его у себя, вот, но как это, но какие-то подходы, очевидно, там переиспользуются. В том числе, там, BAM на уровне методологии, очевидно, использовался. Окей, спасибо. Еще вопросы? Смелее. Так, вижу. Привет, спасибо за доклад. У меня вопрос такой технического характера. Вот вы выпустили такую библиотеку, все здорово, открыто, гибко, набежали разработчики очень талантливые, написали много талантливого кода, намешали стилей, классов, каких-то лишних обработчиков, и вы выпустили обновление библиотеки. И как это обновление раскатить, собственно, на всю компанию, когда вот, когда вот очень много кастомщины в компоненты зашло, и некоторое обновление может ломать, опять же, эту совместимость с тем кодом, который написали разработчики. И как быть в такой ситуации? Я пытаюсь вспомнить какой-то конкретный пример, но в целом, на самом деле, как у всех. То есть разработчики библиотеки стараются не ломать обратную совместимость и стараются ничего не ломать. Вот. Кастомщины, на том уровне, чтобы она как-то влияла на взаимодействие с библиотекой, вроде как нет. Подмешиваются классы, они так и будут подмешиваться. Не, ну я понимаю. Просто получается, здесь и со стороны разработчиков библиотеки должно быть некоторое понимание того, что какие-то изменения в этой библиотеке, какой-то вот именно эволюционный прогресс, он будет влиять на то, как ее, опять же, раскатывать на всех пользователей. И со стороны пользователей, как разработчиков, тоже должно быть как-то, ну такое чувство меры, что типа я вот сюда не буду слишком сильно переопределять, переупарываться, да, то есть как бы все равно это такой сдерживающий фактор остается, да, но в головах. Ну, когда такие изменения происходят, вот, мы очевидно тестируем везде, где у нас дотянутся руки. Вот. Наверное, будет так? Да, я просто боюсь, что некоторые руки все-таки не дотягиваются, которые потом взрываются после всех этих обновлений. Ну, такая вот гипотеза. Когда там многослойное тестирование нам помогает. Спасибо. Еще вопросы? Смелее. Отлично. Стаканчик не забить. Привет. Спасибо за доклад, очень крутой, без стейс-крипта и дженериков. Вот. Если возникает потребность создать какой-то новый компонент у команды, которая непосредственно реализует какую-то новую фичу, то его нету в библиотеке компонентов, то как этот процесс построен сейчас, то есть, ну, откуда, то есть люди сначала реализуют какой-то кастомный сами, а потом это уходит в библиотеку компонентов, или сначала реализуются здесь, а потом уже фича. Сейчас я скажу еще страшнее про настоящий уровень гибкости и доверия к разработчикам. Вот. У нас монорепозитории, и люди просто добавляют новый компонент. Вот. А некоторых из них, там, я, например, могу узнать постфактум и потом уже увидеть, что что-то там поменялось, обновилось и развивается. Спасибо. Спасибо за доклад. Слушай, а как добиться такого уровня доверия в команде? Есть комментарий к докладу. На это, наверное, нужен отдельный доклад, я не знаю, как ответить сейчас. Тут еще есть вопрос с YouTube. Да, мы тоже читаем с трансляцией на YouTube. С двухмерной геометрией характеристика компонентов здорово. Удобно для оценки при большом наборе компонентов и принятии решений... Это вопрос? Да. Комментарии, видимо. Ой, простите. Да. Судя, я не понял. Да. Мне тоже понравилось. Простите. Есть еще вопросы? Да, вопросы. Ладно, ты у нас лидер. Вопрос, ты меня понял. Слушай, вопрос. Ты сказал, что у вас монорепозитория. Не думали ли вы разбитием на компоненты? А что у вас с TS? Тоже интересно, как это происходит, то, что у вас такая гибкость. И как с TS? На TS вы? На данный момент мы не используем TypeScript. У нас были эксперименты с Flow, и часть кода в репозитории есть на Flow. Про TypeScript есть планы какие-то даже достаточно близкие. Посмотрим. А монорепозитория нет в планах его разбивать? Нет. Могу привести пример из переписки в одном из наших чатов, где мой коллега пришел с вопросом. Вот мы не хотим вынести как раз палитру отдельно. Все такие, нет, нет, не хотим. Все. Еще? Уникальная возможность задать вопрос Тиму. Нет? Ладно, тогда поблагодарим Тиму. Спасибо большое. Вам спасибо.